Огромный вклад в победу внес Андрей Сергеевич Завьялов, упорство, настойчивость и мужество которого, проявленные перед лицом Сталина и его окружение, позволили сделать то, о чем после войны сказал полковник КГБ в отставке Арсен Мартиросян. Если бы не Завьялов и не массированная поддержка Сталина, то не видать бы нам ни танков Т-34, КВ и С, ни летающего танка Ил-2, нехорошо защищенных броней линкоров, эсминцев и так далее. Андрей Сергеевич родился 9 июля 1905 года в Подмосковье. После окончания рабочего факультета поступил в Ленинградский горный институт, получив специальность инженера-металлурга. Затем учился в аспирантуре в НИИ металлов, где работала так называемая броневая группа, занимавшаяся непосредственно разработками брони. Талантливого инженера заметили. В 1934 году приказом Народного комиссара тяжелой промышленности отправив на должность начальника Центральной заводской лаборатории Ижорского завода, где производилась броня для танков и кораблей. Свои собственные разработки, позволившие производить особо прочный тип стали, Завьялов успешно внедрял на заводе, однако здесь возник прямой конфликт с руководством. Дело в том, что получив из Испании немецкую противотанковую 37-мм пушку, Завьялов на полигоне провел испытания, обстреливая танки Т-26 и Т-18. Результаты были настолько невероятными, что молодой инженер письменно обратился к руководству завода и в автобронетанковое управление РКК. Молодой инженер заявил, что имеющиеся на вооружении танки можно с полной ответственностью называть непригодными, а при дальнейшем развитии противотанковой артиллерии вопрос живучести танков и их способности выполнять поставленные задачи может быть уже неактуальным. Бронетехника будет без особого труда уничтожаться противотанковой артиллерии противника. Более того, Завьялов требовал переориентации всей металлургии на производство танковой брони, способной выдерживать попадание противотанковой артиллерии. В качестве примера он приводил разработанный им самим тип стали, который мог иметь проектируемые свойства только при условии соблюдения технологического процесса. Однако и руководство автобронетанкового управления РКК, и руководство завода отнеслись не просто скептически к информации Завьялова, но восприняли критику с обидой. Молодому инженеру попросту не давали возможности проводить исследования и внедрять наработки на заводе. Даже несмотря на то, что события в войне в Испании, когда советские танки горели как спички, полностью доказали правоту напористого инженера, это не изменило ничего. В то время танки Советского Союза и остальных стран имели противопульную броню. Это считалось неизбежным недостатком, с которым придется смириться. Поэтому руководство завода не посчитало нужным тратить усилия и ресурсы для четкого следования техрегламенту производства, и тем более не собираясь заниматься модернизацией технологического процесса. Завьялов не сдавался и настаивал, но безуспешно. Противостояние закончилось тем, что молодой инженер в 1936 году был вынужден уволиться с предприятия. К счастью, о разгоревшемся конфликте было доложено секретарю Ленинградского областного комитета партии Андрею Жданову, который, получив от Завьялова письмо, пригласил инженера к себе и выслушал. Затем он также выслушал и противоположную сторону. Следующее решение партийного чиновника, возможно, и стало первым шагом к победе в будущей войне. Именно благодаря этому и только этому Советский Союз на несколько лет, если не десятилетий, обогнал ведущие мировые державы в танкостроении. Докладная Завьялова была отправлена лично Сталину. Ознакомившись с предоставленными материалами, вождь народов приказал доставить неугомонного инженера в Москву, что и было сделано силами НКВД. Так Завьялов оказался на Кремлевском заседании Совета труда и обороны 17 мая 1936 года. Андрей Сергеевич был предупрежден, что на заседании будет присутствовать лично Сталин, а это означало только одно – можно просто не вернуться домой, если вождь народов посчитает претензии инженера необоснованными. Здесь же нужно вспомнить, что заместителем народного комиссара обороны был маршал Тухачевский, теориям которого предложения Завьялова не просто противоречили, а выступали фундаментом для отказа от безумного производства десятков тысяч танков с противопульной броней. А что ждало тех, кто выступал против заместителя наркома, говорила судьба выдающегося военного теоретика Триандафилова. Высмеивавший все теоретические построения Тухачевского Триандафилов, неожиданно погиб в странной авиационной катастрофе, которую все современники считали делом рук маршала. Да и в зале присутствовали не сторонники, а противники, прилагаемых Завьяловым изменений. Эти люди видели тип развития вооруженных сил ровно в таком же виде, как и во всем остальном мире. Поэтому не считали нужным проводить некие коренные реконструкции и модернизации. Их главным козырем было «мы не хуже других». Поэтому во время заседания все инженеры, руководители предприятий и конструкторы докладывали исключительно об ошеломляющих успехах в танкостроении. А когда дали слово Завьялову, он еще раз назвал все имевшиеся на вооружении танки «ходячими гробами». От такого вступления были в шоке все, особенно Сталин. Но понимая, что слово уже сказано, молодой инженер рассказал о проведенных экспериментах, что даже при касательном попадании 37-мм снаряда броня одного из самых мощных танков того времени Т-26 просто раскалывалось, а в случае прямого попадания снаряд пробивал танк практически насквозь. Более того, инженер обвинил танкостроительные предприятия в несоблюдении технологической дисциплины, что вело к ухудшению качества и без того не самой сильной брони. Завьялов настаивал, что нужны танки другого типа, которые смогут воевать не только против пехоты, но и будут способны прорывать оборону противника, в том числе и долговременную. А для этого нужно сделать их неуязвимыми перед противотанковой артиллерией врага во встречных танковых боях и при уничтожении противотанковых укреплений. Сталин неожиданно заинтересовался и начал задавать вопросы. Завьялов отвечал грамотно, спокойно и толково, что не могло не понравиться вождю. По свидетельствам очевидцев, разговор инженера и вождя народов длился около часа. После совещания, благодаря мужеству и честности Андрея Сергеевича Завьялова, начался принципиально новый этап в советском танкостроении, авиастроении и кораблестроении. Приказом Сталина было создано объединение «Спецсталь», в которое вошли Мариупольский металлургический завод и Ижорский металлургический завод. Далее на обоих предприятиях были организованы Центральные броневые лаборатории, позже объединенные в Броневой институт. Важность научных разработок для производства наконец-то была оценена, и эти самые разработки стали активно внедряться. Более того, начались активные исследования и разработки танков, способных выдержать попадание артиллерийских снарядов. Судьба же самого Завьялова также изменилась в один миг. Во-первых, директор и главный инженер Ижорского завода были уволены на следующий после совещания день. Во-вторых, Завьялов был назначен на заводе сразу же на две должности – главного металлурга и заместителя главного инженера, а его лаборатория получила статус научно-исследовательского института. В институте под руководством Завьялова к началу 1937 года была создана новая броня, в которой было значительно уменьшено содержание дорогого никеля с одной стороны, а с другой – за счет закалки в масле, а не в воде – была резко повышена прочность. Была внедрена технология послойной сварной брони вместо ранее применявшейся клепаной. Достаточно сказать, что при создании танка Т-34 конструктором Кошкиным были применены все наработки Завьялова. Сам же инженер стремился создать принципиально новую литую броню. Первые танки Т-34 с литой броней появились на фронте уже в 1942 году, и с уверенностью можно сказать, что благодаря ему наши танки поражали немцев своей неуязвимостью, как, например, самого прославленного танкиста вермахта Отто Кариуса, который писал «Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным 76,2-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его побаивались все немецкие танки вплоть до конца военного конфликта». А литые танковые башни Т-34 и не только этого танка, так и остались для немецких инженеров тайной за семью печатями. Они даже не смогли не отказаться от сварных швов, не создать что-то приблизительно похожее на завьяловскую литьевую броню, о которой даже сегодняшние конструкторы говорят так. Дело в том, что никто, даже Круп, так и не смог создать литьевую броню до конца войны, и танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943 году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий.